Музыка Для принятия своевременных мер по предупреждению возможных каких-то аварийных ситуаций, традиционно было отлажено взаимодействие между едиными дежурными диспетчерскими службами муниципальных районов и города Омска и диспетчерской службой Министерства. С нуля часов сегодня окончание отопительного периода. Вчера были все оповещены в установленном законном порядке, получили проекты постановлений и все другой вопрос. Внутри домовой режим, но опять же управляющие компании, зависит все от них, а так все стабильно идет работа. Что делать Амичам, допустим, если завтра еще в течение всего дня у них будут горящие батареи, будет плюсовая температура, будет жарко, куда жаловаться? У нас всегда есть один телефон 78-78-78. Он работает в круглосуточном режиме и мгновенно принимается решение. Отопительному сезону, да, теоретически, то, что представитель департамента городского хозяйства сказал, теоретически это да. Но в городе Омске почти 800 домов, которых нету, не реализован способ управления. И вот на этих 800 домах, многоквартирных домах, да, то есть возникнет вот эта проблема, кто закроет задвижки. И звонки 78-78-78 на 800 домах одновременно не приведут к закрытию задвижек. Это надо понимать, потому что опыт вот этого урагана показал неготовность города выполнить этот момент на эту работу. Я с вами не соглашусь. 78-78-78 это центральный телефон. В каждом округе имеется подразделение аналогичной службы управления единой дежурно-диспетчерской службы, так называемой. И реакция, она будет мгновенно, как я сказал, передана всем службам и, соответственно, принято решение. И то, что вы говорите, что в этих домах некому закрыть задвижки на отопление, ну, я считаю, вы не правы. Давайте проверим практику. Те потребители, которые от нас пытаются, мы прекращаем циркуляцию. Не все. Прекращение циркуляции, снизу, 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 снизу и температуру. Поэтому у нас только ТТП остается на циркуляции, остальные практически будут работать по тупиковой схеме. И поэтому батареи, по идее, не должны греться. Те потребители, которые сегодня имеют приборы учета, да, они имели право отключиться еще месяц назад. Это их право. Они приглашают ресурсоснабжающую организацию, вместе с управляющей компанией отключают дом, составляют так, передают, и оплата не будет произведена. Есть такие дома, и вопросов нет, эта практика работает. Поэтому, ну, на сегодняшний день около 30% сегодня приборов учета только имеют. Кому зимой, кто потребляет тепло от СКК-11, было холодно. Есть такие здесь? Тишина. Значит, нормально. Зима прошла нормально, то есть потребители получили ту услугу, которая требуется. И, надо сказать, одно из причин, вот эта вот нормальная работа, это является сваженная работа сегодня управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций. Мы все друг другу помогаем. Если что-то происходит, оказываем содействие в тесной пряжке. И, надо сказать, мэрии проводят еженедельные штабы, и оперативно департамент жизнеобеспечения тоже работает, связь сдерживает, контролирует. Поэтому, я считаю, что с каждым годом вот эта вот услуга лучше становится именно потому, что какой-то порядок все-таки наводится. Ну, и хотелось поблагодарить, в первую очередь, подразделение ОМСК «Подоканал» за прошедший отопительный сезон, за безаварийную работу, ну, и ресурсоснабжающих организаций поблагодарить ТГК-11, и тепловую компанию, тепловые сети, и взаимодействие с администрацией города у нас было постоянно стабильнее. И аварийных ситуаций на сетях, потерьных, принадлежащих антибургенске, ТГК-11, не возникало. Все повреждения, которые случались в этот период, ликодировались в нормативном сроке. Субтитры создавал DimaTorzok